Я последнее время немного занимался Россией, но это не главная была тема. Хотя сейчас есть плановое, с коллективом аж 4 человека, посвященное анализу взаимовосприятия украинцев и россиян. Мы в начале пути еще, и я буду больше говорить об Украине, имея в виду, что рассчитываю, что наше не очень целостное сообщество, пестрое. Тем не менее, является наиболее перспективным из тех, которые удавалось собирать раньше, поскольку последние несколько лет участие в научных мероприятиях многосторонних или двусторонних с россиянами, оно не давало достаточно удовлетворения. Мы перестали быть откровенными друг с другом. Налицо попытка уходить от тем, особенно, к сожалению, от москвичей, уходить от острых тем. И, конечно, снизился тогда уровень результативности какого-то сотрудничества. И поиск таких партнеров в России, которые могли бы быть более свободны в своих мыслях, с которыми можно было бы вести более откровенный диалог, вот это вот большая проблема. Если мы хотя бы частично ее решим, не только сегодня, а вдруг появится интерес для продолжения встреч, то, может быть, это будет дополнительный шанс, которых сейчас нет. Конечно, сразу я хочу сказать, что я не рассчитываю на какой-то большой практический эффект сегодня, поскольку в Украине влиять на власть почти невозможно, а в России невозможно вообще. Влиять на общество. А вообще, да, а вот нарушить монополию государства на влияние на общество, ну вот это вот задача, которая тоже необычайно сложна. В Украине легче в том смысле, что у нас существует очень неприятный по набору, но плюрализм, поэтому, так сказать, есть больше возможностей, больше маневров. Но так как это выглядит в наиболее таком общем масштабе, в России утверждается государственная идеология. Конечно, это мягкая форма, конечно, это не то, что было там при развитом социализме, но это есть как форма влияния вообще на настроение. И то, что ухудшается отношение к Украине, ну это такое сбоку, так сказать, составляющее этого всего, поскольку искажается вообще представление о современном мире у россиян. Ну, те же массовые опросы, эти ежегодные, которые проводятся в России, такие системные, они показывают, как становится все более таким, ну, нереалистичным взгляд среднего россиянина на глобализацию, на отношение с Западом, на некоторые другие вещи. И Украина попадает сюда же. Мы фактически видим, что вот у нас есть военки-глобалисты. В основном это те, кто иррационально, позитивно, ну, я хочу сказать, что это не очень хорошо, иррационально, позитивно относится к России, что бы там ни стало. И являются патриотами России больше, чем патриотами Украины. И вот от этого я хочу оттолкнуться и сжато, но все-таки в какой-то системе попытаться рассказать о моих представлениях о том, какое государство получилось в Украине на сегодняшний день. Ну, старт был дан распадом СССР. Не завоеванием независимости, а использованием шансов на независимость в связи с распадом СССР. Было много тут действительно тех, кто поддерживал государственный суверенитет Украины, кто боролся за государство, безнезависимое. Но этот поток не создал, во-первых, теории современного украинского государства. Представление о том, на чем оно должно основываться, за счет чего жить, в чем его самобытность, не подготовил ничего организационного в этом смысле. Поэтому именно продукты распада стали тем материалом, на котором строилось государство. Из того материала, которое было, фактически. Ну, и сегодня уже кто-то говорил, да, что очень мало что изменилось в силовых структурах России. Наверное, это в какой-то степени касается вообще других структуров власти. Ну, имеется в виду, что те же самые, они имели большую долю власти, избавились просто от лишнего контроля. В Украине немножко больше изменилось, поскольку действительно заново создавалась государственность. Произошло частичная ротация элит. Но не за счет, действительно, контрэлиты, не за счет носителей зрелых таких, я бы сказал, европейских настроений, носителей украинской государственной идеи. В основном это были более маневренные участники той же номенклатуры, только, так сказать, вышедшие со вторых ролей на первых. Поэтому у нас несколько больше изменилось, но радикально нового качества это не было. И государственность, ну что ж, она имела успех в том смысле, что неожиданная распада СССР, тем не менее, мало у кого породила иллюзия, что можно все собрать обратно. Я имею в виду и внутри, от постсоветского пространства, и на международной арене. Поэтому Украину быстро признали, поэтому она формализовалась как государство. И в этом смысле международная обстановка для очередной попытки создать украинское государство было благоприятной. Оно и сейчас благоприятное, и за счет этого держится, так сказать, государство больше, чем за счет внутренних ресурсов. Я имею в виду интеллектуальных, духовных ресурсов, за счет способности консолидироваться, договориться по поводу модели развития и наверстывать упущенное. Этого всего нет, но никто не возьмет на сегодня себя обязательства за этот огромный народ. Поэтому прямых попыток переиграть исторически, ну, ожидать не стоит, действительно. Но, каково качество этого государства, которое вот так вот создано? Если нет вот этого понимания, в чем самобытность, в чем национальный интерес, если нет консенсуса элит по этому поводу. Консенсус элит был достигнут в том смысле, что начали строить государство под себя. И конкурентов было мало, практически. Те национально-демократические силы, которые были очень активны на этапе независимости, которые до сих пор более-менее еще, они видны, что называется, они имели второй шанс на Майдане, в связи с помаранчевой революцией, но они, в общем-то, не заняли лидирующих позиций. Фактически они увлеклись строительством государства как такового. Государство Украины, это достаточно. Какое оно? Много было расчетов на то, что произойдет, ну, такая автоматическая демократизация. Ну, даже Кучни верили долго, что вот он должен навести порядок, а потом будет улыблять демократическую жизнь. Когда он сказал, что второй раз выберешь и выберешь, он новый Кучни. Опять-таки многие верили, что может быть, вот теперь, но это все не сработало. Не сработали и более сильные импульсы, опять-таки, я говорю о Майдане. И связано именно с тем, что наиболее дееспособными оказались часть номенклатуры и предприниматели новые, которые поделили основные богатства и захватили основной контроль в разных формах над государством. В этой связи я буквально 30 секунд хочу сказать по поводу хрущевской оттеки. Не было организованного такого протеста, который бы создал угрозу для власти. Если было, я согласен с тем, что было внутреннее давление на Хрущева или на любого претендента на власть после Сталина со стороны номенклатур, которая дальше не могла уже жить в этом страхе перед вождизмом. Ей нужен был более управляемый высший бюрократ. И в этом смысле дестеринализация произошла фактически. Конечно, были проявления, связанные с послаблениями в сфере идеологии, в сфере искусства и культуры, но это не затрагивало широкие массы. Оттепель прежде всего была сделана для высшей бюрократии. И для всего класса бюрократии, который в какой-то степени модернизировался и при Брежневе обрел новые, так сказать, очертания. И сейчас мы вынуждены, при гораздо более благоприятных обстоятельствах, говорить о том, что определенный высший слой доминирует в том, какое государство возникает. Так вот, в Украине действительно много таких патриотов, как Емукович. И в этой связи можно радоваться, что не хуже, поскольку есть представители, которые, в общем-то, делают политического класса, которые делают политику вообще на раскачивание государства. Здесь речь идет о том, какой тип государства желает та или иная группа построить. И то, что у нас не состоялось действительно полноценной демократизации, хотя был второй шанс, кроме 1991 года, скажем так, это 2004-2005, пока не состоялось. Это говорит о том, что не подключены те резервы, вещи общественные, которые необходимы, чтобы это состоялось. Интеллигенция в значительной степени в услужении, поскольку нужна выживать. Она не имеет достаточных основ для независимой мысли, для того, чтобы создать вот этот думающий класс мощный в Украине. Те, кто что-то пишет и что-то публикует, так сказать, довольно много, но они разведены по командам по-разному. И редко кто представляет государство в целом. Это касается и ведомственных институтов, которые работают на Совете национальной безопасности, обороны на президента непосредственно, поскольку и органы власти, отдельные ветви власти тоже не представляют нацию в целом, государство в целом, а представляют интересы групп. Поэтому этот распад есть, на него уже накладываются межрегиональные особенности, социокультурные отличия, где играет воля российский фактор, безусловно, поскольку не завершена самоидентификация. И в этой связи можно... Вопросы можем задать? Столько уже информации, у меня в целом ряд вопросов возникает. Ну, давайте я попробую за минуту-полторы закруглиться, без смысловения. СССР в определенном смысле распался не до конца. Очевидно, что СНГ, в том виде, в котором он существовал еще сравнительно недавно, это был клуб президентов, взаимоподдержки тех элит, которые оказались у власти в разных новых государствах. Россия сегодня свой национальный проект осуществляет не на национальном, а на региональном смысле, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Можно обратиться к документам и государственным, абсолютно официальным, и полуофициальным, отражающим стратегии перспективные. В этой связи возникает очень много действительно дополнительных сложностей, в том числе для Украины, где не все готовы доводить дело до конца, то есть строить полноценную государственность, добиваться геополитического суверенитета, свободы выборов. Сохраняется унаследованная зависимость, сохраняется зависимость, связанная с ведением бизнеса, в основном теневого бизнеса. Мы сейчас только так, несколько приближаемся к тому, чтобы снять эти схемы, допустим, газовой суверенции. Но сохраняется очень много того, что не позволяет сегодня двусторонние отношения вывести на уровень нормальных отношений между двумя суверенными государствами, отношений европейского образца. Поскольку не все в Украине в этом заинтересованы. Украина очень уязвима в этом связи. А Россия легко пользоваться этой ситуацией, сохраняя вот эти вот нетрадиционные для Европы сегодня, остаточные, но довольно прочные, устойчивые связи. И речь идет не о ситуации переходного периода, а о очевидной перспективе, что у вас будет создано довольно устойчивое, такое синкретическое, но устойчивое положение, если не будет качественных двигов в внутреннем развитии. Я бы очень был рад, если бы российские наши коллеги уделили в дальнейшем время тому, что можно ожидать в России на перспективу в несколько лет, ну и, допустим, в 10-15 хотя бы лет. Есть ли какие-то резервы обновления, редактирования этой стратегии, которая сегодня исповедуется. Что касается Украины, конечно, мы можем говорить о том, что вот надо дождаться очередного тура выборов. Наверное, необходимы будут и президентские, и парламентские выборы, для того, чтобы оценить качественно новую ситуацию. Очевидно, что мы отойдем от тех крайностей, которые уже продемонстрировали. С одной стороны, это кучмовский авторитаризм, с другой стороны, это такой неподготовленный проект национального возрождения, который не был поддержан достаточно широко в Украине, и, например, оказалось расколотой. Осталось расколотой, который представил Ющенко. Очевидно, что нужно говорить о том, что нужно очень трезво посмотреть. Это должна быть, конечно, политическая нация на неотничественной основе. Конечно, это должна быть новая стратегия по отношению к русскому языку, русскоязычной культуре, которая, я твердо верю, есть украинская русскоязычная культура. Украинская есть и должна развиваться, и должна получить те шансы, которые, возможно, она не получит в России в связи с спецификой внутреннего разметения этой страны. Но это европеизация, безусловно. И буквально еще два тезиса, поскольку тут вспоминали и восточных славян и так далее. Ну, в России, кроме языка, это и православие, ну и вообще все, что связано с такой отдельной цивилизацией, которая должна включать в себя православную, допустим. Но Россия сегодня не очень бережно, скажем, развивая эту идею, не очень бережно к ней относится. И параллельно развивает не только идею, а и практические шаги. Это, в общем-то, особые связи с мусульманским миром и в связи с внутренними проблемами, в том числе. Это объективные проблемы. Но Россия все-таки не до того, чтобы реализовывать какую-то идилическую, приятную для славянина восточную, так сказать, идею объединения. Скорее, речь будет идти о европеизации восточных славян вслед за западными славянами, об укреплении, восстановлении связи с ними. И, ну, скажем так, мы можем в Европу что-то привнести, именно когда договоримся между собой и модернизируем вот эти все составляющие, которые пока слабо этому поддаются. Католицизм когда-то был модернизирован и усилил свое влияние. Я думаю, что на порядке, на повестке дня и православия в этом смысле. И пока Россия не до того, чтобы реализовывать все эти идеи. А Украины нет на это пока что ресурсов. Но я думаю, что Украине просто больше шансов сейчас, но и больше ответственности. Но эти шансы мы не должны улучшить. Действительно соглашусь той мыслью о том, что это будет иметь большое значение не только для самой Украины, но и для России, для посоветского пространства в целом. Спасибо. Если можно, я перед тем, как передать гнездоуправление господину Артембайсу, я бы хотел бы небольшой вопрос задать. Годы четыре года назад я читал статью, по-моему, Ярошенко, профессора. Есть ли у него? Есть она Ярошенко, есть он Ярошенко. Нет, он. Там была примерно постановка вопроса так стоит, что сейчас Россия ждет с большим интересом решения вот того эксперимента, как пройдет эксперимент, который начался в конце 2004 года в Украине. Сможет ли, он смотрел под таким ракусом, сможет ли произойти цивилизационный прорыв в православном государстве. Причем в таком православном государстве ярко выраженном ракусе. Потому что Румыния тоже рецепт православного государства. Русская тоже православная. Но такого чисто выраженного, такого византийского. И вот можете российское стране внести, что как ущерб насчет этого? Или просто удел православного государства, что вы никогда только протестанты и католики способны сделать нечто внятное, а мы не можем. И далее я прошу господин Чубайса взять на себя быстрый план. Вот, потому что, в общем, он про государство очень интересно рассказал, про украинский, это здорово. А вот где-то написано, то, что вы говорили. Вот, хочется почитать. Да, хотелось бы почитать, во-первых, чтобы не отнимать общее время. А вот просто на те вопросы, которые я задавал, вот вы как считаете, у вас государство в части силовой составляющей сформировалось, уже у вас есть новая украинская армия? Вы можете сказать, что это армия нового украинского государства, что у нас милиция, это та самая правоохранительная система, которая нам нужна? Суд, прокуратура там и так далее? Или это все тоже еще оттуда у вас? Ну, в переходном состоянии. Есть и очевидно, что что-то сдвинулось, очевидно, что есть, скажем, новые настроения, ну, есть и социология об этом, что, скажем, молодые офицеры более адекватно оценивают, в каком окружении находится Украина, в чем состоит ее интерес, что такое опасность, что такое безопасность. Но, реально есть, во-первых, недостаток ресурсов для того, чтобы что-то сделать, что-то могло быть сделано большее. Во-вторых, это все-таки отсутствие политической воли и очень, ну, медленная ротация элиты. Поэтому, так сказать, это, опять-таки, в черновиках существует, и пока нет гражданского контроля и нет достаточно, так сказать, импульса со стороны государства, ну, это все будет продолжаться, ну, довольно долго. То есть, в этом смысле Украина, я верю, что поступательное движение все-таки будет возобновлено в прежнем направлении, в направлении Европы. Другого просто нет, то есть, или стоять на месте, загнивать, или двигаться туда. Но это будет длительный очень переходной период, и мы должны привыкать к реалиям вот этого переходного периода. Не рассчитывать, что надо перетерпеть, и не рассчитывать на то, что вот стратегию мы сделаем тогда, когда вступим в Европейский Союз, или ограничимся тем, что наша цель – Европейский Союз. Нам, ну, минимум 20 лет, я чем заниматься до этого, и нужно иметь цели на сегодня, на завтра, и быть более прагматичными в этом смысле. Что касается вопроса... То, что растет в мире, оно самое надежное. Да, но хотелось бы, да. К сожалению, есть искусственные тормозящие вот эти факторы, которые хотелось бы снять, но не получается. Я надеюсь, что осенью выйдет монография большая, где это будет детально. Ну, в цельном виде этого нет. Отдельные аспекты эти, ну, вот, пожалуйста, я могу предложить, то ли переслать по имейлу всем, то ли можно сейчас попробовать, если местные власти нам помогут, размножить. Адрес, адресок дайте. Уже найдем, да. Там есть, по-моему, адрес прямо, это из интернета распечатка. Это в Праге, издано в журнале «Русский вопрос», материал «Русский вопрос. Украинская элита». А вот в свете того, что Дмитрий Анатольевич говорил, Шендерович, как вы считаете? А про что он говорил? Интересно, что самое главное, насчет выхода. Чтобы мы не просто так говорим. Ну, да. Ну, я не готов брать на себя ни финансовую, ни акционную часть. Творческую может быть. Нет. Шендерович берет на себя. Нет, финансовый, конечно, нам надо. Розовский даст займы. Это вы на сайте говорите? А, да. А может, действительно, и в виде спектакля. Розвак, я два года назад написал запад 120 статей. А что, если вам нужно? Хотя бы 60. Мне? Нет. На сайте? Нет. На сайте? Нет, сайт – это… Сайт – это… Нет, я только понимаю… Вы здесь не дни без строчки, не дни без статьи. Я только… Единственное, что понимаю, что на пару месяцев работы этого сайта мы сегодня наговорим. Да. В том-то и дело, что огромное количество очень интересной информации с самых разных сторон. Социология, специальные какие-то истории. История сопротивления. Да нет, 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 вообще есть, 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 чем заполнять это. Но это уже нет, а технологии – это уже отдельный вопрос, не сейчас. Так, ну что, движемся дальше, да. Знаете, у меня тоже есть вопросы. У меня тоже есть вопросы. И короткая реплика. Вот вы говорили об идеологии. Вы говорили об идеологии в России, о том, что она есть или ее нет. Вот я постараюсь очень коротко ответить, поскольку именно этой проблемой я и занимаюсь. Только не знаю, насколько это будет ясно. Но суть ситуации, в которой находится Россия, заключается в следующем. Вот понятно, что такое Советский Союз, понятно, что такое коммунистическая идеология. Она реально действовала. И ее сегодня нет. Особенность нынешней власти в том, что она отказывается от самоидентификации. Она не то, что она ищет свои идеи. Она как раз имитирует поиск идей, не принимая никаких правил. Поэтому на самом деле в России сегодня действует три, точнее говоря, шесть взаимоисключающих правил. А когда это выгодно власти, власть ведет себя как российская, когда выгодно как антироссийская, когда выгодно как советская, когда выгодно как антисоветская, когда выгодно как западная, когда выгодно как антизападная. И это разрушает всякие правила. И существовать идет с реализационного прорыва. Я хочу, чтобы... Повторите, пожалуйста, это формулировка... Нет, это постоянно посол меня втроил в это дело. Ждёт ли она цивилизационного прорыва в надежде на крёстную сетку? На крёстную сетку? Цивилизационного прорыва? На крёстную сетку? Это постановка? Это имел виду крёстного отца. А вот и договор по Фрейду, да. Я думаю, что власть это делает совершенно сознательно, потому что одна из причин краха Советского Союза заключается в том, что там всегда были планы, цифры и чёткие, ясные показания, что будет в следующем квартале. В следующем это всегда не выполнялось. Чего не будет, точно не будет. А теперь вот за что спрашивают? Они ни за что не отвечают. Ничего не обещают. Они самих правил обещают. По поводу российской идеологии? По поводу российской... По поводу российской идеологии? Я не хочу просто объяснять, что происходит, потому что не ждите никакого прорыва. Они не дают осуществить этот прорыв. Он обещает. Идеологически... Шандрович, мы сейчас... Я так просто... Теперь у меня вопрос, докладчик. У меня показал, что ваши... По крайней мере, здесь люди... Здесь ещё Марк Григорьевич что-то ничего не сказал, я не знаю, и некоторые другие люди. И я бы хотел... Разная как бы сфера интересов, Но вот для тех, кто занимается политологией России, видимо, ваши тогда там очень концентрированы. Его ещё надо как бы переварить и надо понять. И вот... И мне не совсем понятно. Что я хотел спросить? Ладно. Юмор никогда не мешает, но всё-таки... Вариант, как-то слишком серьезный. Я что хочу спросить? Во-первых, на мой взгляд, всё, что выросло из Советского Союза, выросло. Всё больное, неадекватное, противоестественное. И это видишь всюду. Ты приезжаешь в Узбекистан, Ташкент. О, Боже, там... Всё понятно, да? Приезжаешь в Россию, приезжаешь в Украину. То есть это всё было больным. Чем быстрее мы это поймём, осознаем, тем правильнее мы будем принимать это решение. Но... Вот у меня всё-таки ощущение... Или вы скажете, что я не прав, или прав. Я не сомневаюсь, что здесь... Вот, как вы сказали, трудности и 20 лет выкарабкиваться. Во-первых, мне непонятно, что мешает, кроме недостатка опыта, знаний и так далее. А во-вторых, вы движетесь в том направлении... У меня нет иллюзий. Я не жду, что вы сегодня стали западной страной, не знаю, там, цивилизованной в хорошем уровне. Не надо вам быть западной. Украина должна быть Украиной. Но вы встали на ноги, и у вас есть понятные правила, нормы цивилизованной и так далее. И так далее. Завтра это не произойдёт. Но вы думаете, что через 15, через два... Вы движетесь в нужном направлении или нет? Потому что у нас движение идёт ровно в обратную сторону. Но ещё хуже, чем были. Но ещё более ненормальные, чем были в советское время. Вот что происходит у нас. Это ужасно. Всё это видеть и осознавать. И, в частности, это проявляется в том, что, скажем, у нас невероятное количество самоубийств. Человек судится. Он не может всё это анализировать, устраивать концепты. Он жить не может в этой стране. У нас каждый год 45 тысяч человек накладывают на себя руки. Они могут в этом хаосе, бардаке, коррупции, бессмысленности, абсурдии. Отсутствие нашей жизни не могут быть. В Швеции по ценным соотношениям больше. Не надо. Не надо. Не надо. Это официальный этап. Не нужно этого. Это не показательство. К сожалению, это показательство. Они за нас переживают. Они за нас переживают. Они за нас переживают. Вот такой вопрос к вам. У нас мешает, что они мешают. У нас мешают, что они не хотят. Власти не хотят. А у вас? Значит, у нас власти наполовину не хотят. Скажем так. Они хотели бы быть уже в Европе. Но пока остаются еще необычайно выгодными вот эти позиции. И в смысле осуществления власти вообще. И в смысле обогащения. Мы только подходим к тому моменту, как наворовали, а дальше будем жить по закону. Этого никогда не будет. Да нет. Будет. Почему? Потому что все больше западного капитала здесь. И он все-таки настаивает на том, чтобы более прозрачными были условия ведения бизнеса. Чтобы работали, так сказать, вот понятно. Банковские правила, договоренности и прочее, прочее. А не сами суживается вот это вот евразийское пространство ведения бизнеса. Ну тот же газ. Без Европы мы могли бы долго, так сказать, ценами играть. Они все бы поняли, кто кому должен. Сейчас приходится все это на свет Божий вытаскивать. Мало тут кто хочет. Но те, кто сейчас не контролирует этот поток, те уже хотят прозрачности. И может быть добьются его. То есть будет вытеснение все-таки теневых схем. Будет сокращение. Будут более цивилизованные правила ведения бизнеса. Поскольку просто практика к этому будет приводить нас. И, ну в конце концов, тогда более громким будет голос того нормального капитала, который зарабатывает, производя что-то. Услуги там или продукты. А не за счет привилегий, приближенности к власти. Ну и, в общем-то, такая усталость от всех тех элит, которые в последнее время повсплывали и устроили нам плюрализм этот. Значит, это тоже, в общем-то, будет подталкивать. И здесь вот надо взять и поддержать. Ющенко напоследок нужны открытые списки. Надо заставить принять новый закон о выборах. Ну, чтобы депутатский корпус был более европейским, так и более вменяемым, по крайней мере. То есть вот это мешает пока что, поскольку еще получается, еще остатки механизмов тех работ, которые дают гораздо более легкую прибыль, гораздо больше прибыли. А так хотели бы уже в Европу полностью, да. Вот оно, так сказать, накапливается, чтобы перейти в количество качества. Но это не будет чем-то очень уж таким интенсивным. Поэтому я и говорю о том, что через год-полтора мы в Украине сможем определить темпы движения. Сейчас движения, собственно, нет. Идет поиск позиций, с которой двигаться. А там зависимость того, какая власть получится. Вот такие патриоты, как Янукович, да. Или, ну, гораздо более гибкая и мобильная Тимошенко, скажем так. Ну, хотя очень близкая, действительно, по позициям. Она единственный крупный политик, который делает сейчас политическую карьеру за счет реформ. И не боится, и даже идет на риск ответственности, избыточной ответственности перед избирателями. Остальные все гораздо более такие прагматические, спокойные схемы, примерно. Сколько есть дисциплинированный электорат у кого-то там на Востоке, в основном. Ну, и прочее благо. А то, что от советского надо, конечно, избавляться. Нет просто качественного нового, чтобы заменить. Растет гибрид. Ну, как, это Александр Зиновьев говорил, да, что развален сараем, надо построить только другой сарай. Вот примерно, так сказать, это строится. Первый раз барин сараем. Здесь куда-то члены на Россию. Можно мне больше ремаркнуть? Я всего нас имею в виду, пожалуйста. Вот я хочу сказать вверху. Ну, первое то, что жалко, что мы не пригласили ни одного, хотя бы украинского специалиста, экономиста, такого как Пасхадра Александровича. Бураковского надо было. Он ничего, первый раз, но не по себе. Вот в отношении того, что сказал Александр, очень разумные мысли вязали. Посмотрите, у нас практически нет серьезного товара в бизнесе. Не строится уж очень серьезное состояние на нефтяном, бензиновом, дизельном бизнесе. Нет, конечно, заработки есть, они мало, но совсем не то по сравнению, что творится в ГАЗе. Буквально за два года нас вывели на мировую цену на газ, а вот на нефть и все. И после этого пособили такого какого-то невероятного бизнеса там не делать. А вот ГАЗа ставили той отдушиной для бизнеса неправедной для того, чтобы... Причем тут работали два государства, и российское, и украинское. Росукроэнерго это вообще, ну ведь работа на два, на два государства. А вы сами вот видите, что такое Росукроэнерго? Что за этими странными буквами стоит или для вас такая же загадка, как у нас? Ну, я думаю, очень интересно, очень понятно. Но Герцаше ничего не объясняет. Очень понятно. Ну, делается, через них можно проводить продажи в Украине. Во-вторых, часть газа продается за границу, часть газа. То есть для вас эта схема транспарентна, вы ее видите? Да, конечно, конечно. Ну и понимаете, очень хорошо то, что для того, чтобы политическое предстояние приводит к тому, что приходится, особенно в рамках кризиса, приходится от чего-то отказываться. И Тимошенко я не считаю ангелом, но тем не менее придется идти на некоторые вещи. То есть категорически выступит против Украинерго. В принципе, все-таки не создав какого-то аналогичной схемы, какой-то аналогичной схемы. Понимаете? То есть вот это то, о чем Герцаше говорил. Что приходится потихоньку-потихоньку сдавать позиции перед нормальным бизнесом. Так он есть этот «Росс Украинерго» или его нет? Да. Говорили, что его не будет. «Росс Украинерго» Вот, наверное, сейчас идет колоссальная бодяга. Колоссальная бодяга, 90 миллиардов газа, который вроде собственный «Росс Украинерго», а вроде нет. Тимошенко классический взяла, мы тоже взяла его с таможенными. Ну, это сильно спрашивают. Там же не только Украина, там Россия очень сильная. У России там же «Газпром» учили. Ну, вы же там пределы. А он своя бодрик, ему все равно, что так же. Там вообще российский бедрик. Хорошо, дорогие. Значит, давайте еще раз я напомню вопрос, к которому мы перешли. Хотя тут были происки одного известного писателя и юмориста, но мы… Мартанин… Нет, 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 нет. А даже хуже. Светыков-Щедрин, я не знаю, как ты еще с кем его сравнишь. Вот. Но все-таки мне кажется лучше, если мы не жестко будем придерживаться там темы, да. Но все-таки вот мы действительно можем друг друга проинформировать о том, что происходит в наших странах. Потому что вот когда это слышу с первых уст, а не с агентства «Рио» и так далее, то ситуация гораздо сложнее. Вот я предлагаю эту тему все-таки считать основной. Вы только что выслушали очень интересное сообщение. Давайте двигаться дальше. Кто… Федор хочет или… И меня очень… И ты где-нибудь там, потому что он есть. Аминьзай. Федор, извините. Да, да. Федор Шалов, привет. Да, потому что… Да, спасибо, да. Федор Шалов, привет. Федор Шалов, привет. Значит, коллеги сегодня, когда затрагивали первый вопрос, так или иначе коснулись много вещей. И на самом деле обсуждение этого вот второго вопроса сегодняшнего, оно уже началось в первых планах дня. И мне хотелось бы с одной стороны частично отреагировать на то, что уже было сказано. Частично просто предложить свое, конечно, видение того, что у нас происходит на самом деле. Потому что в том, что здесь прозвучало, с моей точки зрения, с одной стороны, было фагментарно отмечено, отражено то, что происходит. С другой стороны, содержался некий набор переслежек, с моей точки зрения, который надо, мне кажется, более подробно рассмотреть, чтобы скорректировать. Начну я, может быть, с того, о чем говорил Юрий Николаевич Афанасьевич, когда он сказал такие, в общем, очень тяжелые слова по поводу русской цивилизации. Я считаю, что русской цивилизации, да, таки нет. Но просто по одной простой причине, что ей быть не может. Ее никогда и не было. И не могло быть. Потому что есть некие концепты, там, я не знаю, дугенистов, которые, значит, пытаются отвоять русскую цивилизацию. На самом деле, да, есть русская культура, часть христианской цивилизации. Часть, элемент восточной части общей христианской цивилизации. Ничего больше никогда не было и быть не могло. Да, то есть никакой отдельной цивилизации России никогда такого не было, да. Вот, говорю вам, как шел, ускоряяю, с полной ответственностью, да. Поскольку неплохо на истории своей семьи представляю, что происходило на этих просторах в течение последних 200 лет. А если бы у тебя была тройная фамилия? А, у меня нет. Еще более. А, нет, у меня мама польско-литовский чиновей. Соколовичный. Просто это как не принято в бассейне. Да, да, да. Не надо. Вот у тебя вечно эти самые попытки кого-нибудь пререзать. Ты из себя выдавливай вот это. Выдавливай по капле, ну выдавливай. Палача-то выдавливай. Я понимаю, мы тут все рабы сидим, а ты палача выдавливай. Вот. Но с точки зрения русской культуры, значит, я считаю, что ничего кардинально трагического с русской культурой не происходит. Происходит очередной этап трансформации. Не только русская культура там и других европейских культур. И палач по культуре европейского кто-то там и тот уже не первые десятилетия. Вот. Сидит прекрасный представитель там русской культуры. Марк Казовский, да, там. Вот. С замечательным театром русским, как в центре Москвы, слава Богу. Я надеюсь скоро там закончится, значит, освоение нового пространства, да. И мы сможем как бы видеть эти прекрасные постановки в большем объеме и так далее. Да, есть там другие замечательные явления русской культуры. Новая русская культура, которая там с кем-то принимается, с кем-то не принимается. В чем-то они там опираются на какие-то традиции, в чем-то являются там шокирующими новаторскими. Ну, в общем, идет нормальный процесс как бы развития, развития русской культуры. Русской по языку там, я не знаю, русской по так или иначе своим корням. Русской, в конце концов, что такое русский, да. Русский – это тот, кто пишет по-русски там, я не знаю, условно говоря, пишет. То есть, любое произведение есть это, да. Думает при этом, ну, как русский, как большинство населения. И обращается к этому большинству, да. Вот это и есть вот русский, да. Искандер, в этом смысле, русский писатель, потому что сейчас его давно основная аудитория русскоговорящая. Значит, вот поскольку он к ним обращается, Натар Бумбадзе обращался к грузинам, да. И поэтому он грузинский писатель, да. А Куджава обращался, прежде всего, к русским, да, не только к москвичам. Поэтому он русский поэт, там, русский поэт. Ну, вот, хотя там мама у него армянка, а папа не играл, да. Вот, вот, и что из этого. Вот. Так что есть вот нормальный процесс развития русской культуры. Насчет того, что русского народа нет, ну, тоже бы я не сказал, понимаете. Есть кризис действительно настоящей элиты, да, не тех, которые сами себя назначили. Есть определенный кризис интеллигенции. Есть, да, интеллигенция переживает кризис. Ничего страшного, господи, ну, кризис, это, как бы, ну, что же, из кризиса выходит, как известно, на крепче. Ну, да, конечно, по сравнению с тем, как мы там были консолидированы, как мы вообще, как бы, внутренне бурлили, я знаю, в 70-80-е годы, конечно, сейчас этот, как бы, папа снижен. Ну, ничего, господи, ну, и раньше бывали периоды, как бы, да, вот таких спагетов. Я, опять же, я не вижу здесь, я понимаю нам, я разделяю вашу боль, потому что мне тоже неприятно, что вот это вот, как бы, напряжение, оно упало. Да, но я не вижу в этом, как бы, уже эсхатологического трагизма. Значит, поведение наших властей. Что я вижу прежде всего? Ну, во-первых, я вот думаю, что Александр Шаралин не даст мне соврать. Значит, когда наши украинские коллеги, украинские коллеги пытаются сконструировать некую политическую линию русского государства и русской власти, то они являются слишком большими активистами. Потому что политика наша, как по меткому выражению одного из политических журналистов, является многобашенной. Да, поскольку башен в Кремле много. Кроме того, внутри каждой башни еще есть свои, как бы, тенденции. Поэтому, разные, разные направления. И поэтому никакой единой политики в отношении Украины, так как в отношении, там, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Китая, Кавказа, Закавказа, нету типа. И, может быть, это и есть главная проблема русской политики на данном этапе. Потому что невозможно, а вот, знаете, есть такой, как бы, была такая статья, да, в свое время. Так чего же ты хочешь, да, вот, вот, ее даже и задать особенно некому этот вопрос сейчас. Потому что, вот, действительно, не то, что там разные люди не понимают, чего они хотят. Вот, зачастую просто один и тот же человек не очень понимает, чего он хочет, да. Вот, условно говоря, там, с утра одного, в обед другого, к вечеру третьего, да. И все это накладывается на, конечно, стилистику совершенно замечательную. Вот, стилистику они действительно транслируют. И я понимаю, на что реагируют, прежде всего, там и на Западе, и у нас. Стилистику они, конечно, взяли на вооружение, но они и не могли другого взять. Знаете, как в свое время я спросил Шеврошина, он уже тогда ушел с поста директора первого главного управления, да. Я его спросил по поводу Путина, который тогда был заместителем Собчака. И спросил, что это за человек, потому что я от Путина получал странные такие реляции, как от заместителя Собчака. Вот, ну, как бы, совсем иного направления, чем он сейчас себя, как бы, пытается, значит, изобразить. И, значит, ну, с точки зрения конституционализма, пытался, значит, на них отвечать, что вот, там, этого нельзя, этого нельзя. И Шеврошин мне сказал, ну, вы же понимаете, что мы не посылаем наших лучших специалистов заместителями директора Дома науки и техники в Лейпциг. Понимаете, вот, понятно, что такого уровня публика, которая пришла и вылетела таким тоннельным эффектом наверх, конечно, как бы, пузырьки в мозгах закипели. И в этом таком вот разбрызгиваемом состоянии сознания, естественно, что прорывается? Прорывается такая вот советская стилистика общения с внешним миром, которая блестяще, значит, вот, сформулирована. Я когда пришел в МИД, значит, там была подборка цитат таких вот, сами дипломаты, ну, так вот, шутили и собирали самые яркие, значит, высказывания, которые когда-либо пользовались, пользовалась советская дипломация. Ну, значит, там была такая тирада, которая была предписана там в 50-е годы и после Карибского кризиса тоже, значит, употреблять ее, значит, в случае, значит, возникновения дискуссий. Советский Союз с гневом и омерзением отвергает гнусные инсинуации мирового империализма, просит мировой системы капитализма и всего прогрессивного человечества. Вот эта примета, вот если вы, как бы, услышите, проанализируете, что говорится этой самой публичке, да, нашей, вот примета стилистики, вот она вот такая, да. И это действительно, вот это действительно есть, тут ничего не сделать. Значит, еще одна проблема, которую я вижу, это то, что, к сожалению, значительная часть экспертного сообщества и, к сожалению, медиа-сообщества, в общем, с увлечением встроилась в систему самообеспечения, да, то есть, когда просто, как бы, ну, тебе говорят, там, вот, как вот мы вчера, Володя Соловьева обсуждали, да, говорят, что, ну, ты же талантливый парень, да, ну, че ты там, вот бабки, давай, да, ну, талантливо изобрази, да. Вот, и он талантливо изображает за хорошие деньги, че ты там, ну, а зачем, у него там много детей, ему надо кормить семью, ну, ничего, да, экспертное сообщество ведет себя таким же образом, да, то есть, как бы, деньги есть, есть товар. У вас купец какой-то возникнет, да, ваше высокоблагородие, скажите, что вам, мы еще сейчас обоснуем за большие деньги. Тоже, кстати, на самом деле не исключительно свойство России или чего-то такого, да, значит, я должен сказать, что в Соединенных Штатах Америки там огромное количество экспертного сообщества готовы вам обосновывать гениальность, там, я не знаю, бушевской политики, по любому поводу, но за большие деньги, вот, и большое количество именно получает большие деньги за то, что там объясняет, что любая политическая администрация, данная администрация гениальна, да, есть, а есть люди приличные, которые просто вот тебе это не дают. Но зато они там, да, знаешь, все, а? Нет, секунду, 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 секунду. Вот, поэтому погоди, со временем безусловно, со временем безусловно, это мое видение, я имею на него план, вот. И вот те люди, о которых я говорю, не пользуются возможностью вот этой самой многобашенности, да, потому что на самом деле, сама по себе эта многобашенность создает ситуацию, когда в общем, там, и два года назад, и три года назад, можно очень многое было себе позволять. И, да, конечно, там, я не знаю, вам не давали, глядя, первый канал, да, там, не давали вам второй канал, но можно было, тем не менее, вот, опять же, если поставить себе задачу установления гражданского общества, вот, просто, как бы, эти структуры гражданского общества развивать, и никто этому не препятствовал, никому это было неинтересно, все занимались. Развивать, каждый, развивать вот так вот. Без СМИ. Примерно. Без СМИ, без телевизора, нет. Нет, 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 кроме первого и второго канала были всякие другие, да, и есть до сих пор, то есть, можно было попадать там со своими идеями, все равно можно было. То есть, такой вот, прямо, цензура на каждом канале, что вот туда, 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 радио было, да, там, ну, я, в конце концов, сам тоже, слава Богу, выступаю, да, вот, как первый и второй канал для меня закрыли, да, а там есть масса других возможностей, которыми, я думаю, каждый из нас здесь пользуется. Просто мы как-то вот немножко разошлись в этой, в этих вот ситуациях, и как бы стали немножко заниматься каждый сам собой. То есть, надо все-таки, вот ты сказал там, что надо самопритично относиться, в том числе и к самим себе надо относиться самопритично. Я действительно говорю, что если мы не демонстрируем гражданской солидарности, то это винами не властей, может быть, не только, а может быть, и не столько властей, сколько наша собственная, потому что можно, мы же консолидировались при советской власти, да, которые куда как жёстче консолидированы. Вот. Значит, что ещё вы хочу сказать. Сейчас, сейчас, с моей точки зрения, перспективы, перспективы, на самом деле, неплохие. Неплохие перспективы связаны с чем? Вот кризис. Вообще, если надо, там, Игорь меня просил, потом, может быть, если будет возможность рассказать о кризисе с точки зрения экономики, что это такое, да? Сейчас просто кратко скажу, это отдельная тема. Кратко скажу, кризис у нас не тот, который у них будет. Да, то есть, у них кризис либеральной экономики, у нас кризис не либеральной. У нас кризис сверхгосударственная и сверхмонополизированная экономика, где фактически действует 30 компаний, которые достаточно для решения тех задач, которые поставила перед собой вот эта вот самая кремлёвская, голодомовская власть, да? И вот это вот кризис и эта экономика, да? Плюс к этому надо ещё учитывать, что те люди, которые работали в сфере реальной экономики, значит, все сходились и продолжают сходиться на том, что в конце 2009 года, даже если бы ничего не происходило во время, да, потому что, повторяю, значит, кризис не импортирован. Это бла-бла-бла, да? Ну, как бы финансовые проблемы, они просто захватили нас в силу того, что мы включили глобализацию, это всё так, да? Но кризис, ну, не им так. Это на что-то. А кризис бы всё равно в любом случае наступил.